Бродно, о май гаш! Ну всё, езжаем в Бродно. Смотри, прямо как, кстати, Митинске. Очень похоже, да? Но он всё равно, несмотря на обновление, он выглядит чуть по-советски, я не согласюсь. Вот наш Могилёвский выглядит как, ну знаешь, что хоть что-то сохранили со старых времён. Какой-то наш город по счёту уже. Орша, Митинск, Полоцк, Браслов, Молодечная, Лида, Седьмой, короче. Гродно, да. Ну ещё куча городков, которые мы поехали. Как видите, нам с Побода вообще не везёт, но хотя бы прошёл дождь. Вот, и мы сейчас ищем, где выпить кофе, а потом прогуляемся и поужинаем. Но вот тут вот идёшь, и как будто бы уже идёшь просто по заколукам Варшавы. Не знаю, мне кажется, вот в старой части города у нас современные здания намного лучше вписаны. Ну, в общем, старую застройку, потому что это очень простовато смотрится. Больше что-то миленькое. Смотри, не хочешь идти сюда кофе выпить? Ой, здесь прикольные такие местные кафешки. Очень классные. М-м-м-м. Как ты, Дэнчик? Нормально, уставший только. Дорога была сложной сегодня. Вести километров, но в основном дождь. Ну, мы сегодня выпьем кофе, и поэтому... Сбодриться и пойти съесть чем-то вкусно будет. Давай, чтобы нам было хорошо в городах. Пахнет здесь вообще, если честно, не очень. Ну, я думаю, это случайная ка-кашечка. Красивый. Хоть и луковицы, но красивые. А что за дом? Нет, нет, но чувствуется, что это все. Красиво. Если бы еще этой выписки не было дурацкой на балконе. Что за дом? Слушай, смотри, здесь даже Дэн. Тут, короче, QR-код даже есть, чтобы почитать про него. Чик. Проверяем. Ну-ка. Опачки, все работает. И тут написано про дом Элизы Ажешки. 21 век. И мы снова возвращаемся к определению, что есть здорового человека, а что курильщика. Так вот, это, наверное, пешеходная улица здорового человека. В чем главная особенность Гродненского буфета. Смало того, что он большой, так, по крайней мере, говорится в виске, так он еще находится на четвертом, а по-нашему вообще на пятом этаже. А еще не понятно, что висит что-то еще есть. Да, что ты можешь уже немножко похудеть даже, пока ты придешь. Хоко. Мне нравятся витражи. Витражи хорошие. Но мы хотим прийти. Бесконечная дорога. И никакого лифта. Поэтому, наверное, хипстеры в Гродненске очень, очень стройные. Гробно. За те 20 лет, что у меня здесь не было, изменился. Это кардинально. Смотри-ка. Короче, в большом буфете у нас не получилось, потому что там все как-то очень нам показалось жирным. Ну, там обеденное меню, мы завтра на обед доходим. Да, поэтому мы пришли рядом к Левр-кафе. Что, мы в Гроднене пробуем мохито. Ну, украшения не очень, но, надеюсь, будет классный вкус. Раз, два, три. Борька. Сейчас я попытаюсь. Средняя. Шестерочка из десяти. Я думаю, что в Витебске в угол 90-го лучше. Пока это лучше какие-то. Мы видим, что здесь меняют трубы. Что это значит? Это значит, что, скорее всего, отключили воду. Так что, учитесь на наших ошибках. Перед тем, как заезжать в отель, спрашивайте, отключают воду или нет. Как тебе, Дэнчик, было сегодня мыться? Очень бодро. Очень весело. Я чуть не помела. Теперь на улице я себя чувствую, как будто здесь 25 градусов. Сегодня на улице прохладно. Дэнчик, почему ты хмурый? Я хотел позавтракать какой-нибудь вишенкой. У нас такое ощущение, что у нас блог про еду, а не про путешествия. Мы постоянно жрём и рассказываем про то, как мы жрём. И про то, как мы не жрём, потому что нам не дали. И это самое важное. Тут написано, что завтраки с 11 мы специально подождали и пришли. А здесь нету завтраков. Нам на завтрак пасту предложили. Очень нравится, что в Западной Белоруссии везде много где. И на пригородных трассах, короче, кафе, которое, да, там. И вообще везде куча вот таких вот зданий с просто обросших плющом. И каких-то ерундовых маленьких вот таких вот больших, старых и исторических. И вот, видимо, какой-то архитектурный памятник, да. Но плющ не убирают, вот дикий виноград. Очень красиво. Мне девочки нравятся здесь. Красивые. Насколько я вижу и понимаю... Спонсоры евреев. Большая хоральная синагога. Ну, на учился на богу не похоже, да? Не, похоже. Это действующая часть пожарная. Да ладно, не буду. Ну, каланча. Это называется каланча. Замок здорового человека. Ну, да. Лучший. Блицкий замок курильщика. Не, не. Они совсем разные. Нет, я не имею в виду в плане архитектурного стиля и того, как он сохранился. А в плане прилегающей застройки и того, как его изгадили. Ветер. Блин, как же здесь хорошо. Просто я хочу жить в Гродно. Я уеду жить в Гродно. Но еле будет слиться. Я серьезно говорю, я бы хотела здесь пожить там, не знаю, полгодика. Ну, там, не знаю, лето. Лето бы хотела пожить. Почему нет? Классный город. Что-то бедно-краповое. Погода нам вообще не везет. Ну, какие своды. Хорошо. Как вам, например, кружечка «Я люблю Беларусь» аж за 130 тысяч или код с гитарой? Ммм, вкусняшечка. Можно ли к вам зайти? Можно. Даже посетили. Супер. Смотри, какой браслетик. Сейчас такие в моде. Мы занимались как раз устанавливкой кремнижа. Он недоступен. Ну, в открытом доступе. Занимались таким. Это было очень опасно. И очень почетный труд, чтобы быть шахтером. Трубки курительные. Ого. Красивая? Одно из самых крутых иностранных считалось вот это. Это считалось голландское. А что за корона? Чья? У-у-у, гербарии. Красивые. Дэнч, иди сюда. Смотри, это вот эти книжки сохранившиеся, да? Это 19 век. И вот эти вот все наборные гарнитуры. Короче, в Польше были наборные. Ну, в основном из Польши были такие наборные, эти большие станки. И вот когда случился полностью Советский Советский Союз, это все началось. Все вот эти вот, во-первых, все старые образцы, старые печати уничтожались. И мало того, уничтожались станки. Я плохой человек. Мне очень хочется. Блин, страшно. Нет, не буду трогать енота. Куточки, барсачки. Большая ракушка. А вот это страшно. Правда на зубы похоже? А тут и рызи в засаде. И зубрики. А мы видели живого. Тоже очень близко. Прямо вот на таком расстоянии вытянутой руки. Это что, зубр и зубриха? Это такой, да, кабанчик. Это такая по-изящнее. Слушай, такие рога красивые. С такой текстурой. Это зубриня, зубрятка маленький такой вообще. Вот такой вот парадный выход из Гродненского кримического музея. Пошли в аптеку? Пошли. Так. Старые гоненьки. Какая-то птичка. Банные веньки. Крутые. Я есть негодовать. Только стала получше погода. Хотим высунуться на террасу. А там свадьба. Хотим зайти в музей. И там свадьба. Что вообще такое происходит? А еще мы нашли мост, на котором много яиц драконов. Они прямо с чешуей. Смотрите, какая красота. Особенно с таким небом. Как же я люблю католические костелы. Колобки отменились. Потому что мы такое не едим. И пахнет тут невкусно. Сказал сноб Денис. Зато шурму жрать из ларька нормально. А в колобках ненормально. Гурман. Мне очень нравится тут подростки и молодежь. Как они выглядят и как они одеваются на самом деле. Все мальчики очень круто подстрижены. И девочки такие пупочные. Кстати, похожи, ну не то чтобы на полик. Просто действительно красивые. Черты лица очень выразительные. Это всегда в пограничных областях чувствуется. Я хочу сказать о том, что реально в Могилеве люди намного лучше выглядят, чем в Едевске. А в Гродно лучше, чем в Могилеве. Нет, в Гродно действительно мне очень нравится, как все выглядят. Все очень дико классные, дико крутые. И мне очень нравится этот город. Очень нравится по атмосфере. Здесь классное место. Обязательно заходите в эту терраску. Здесь супер позитивные ребята работают. Девочка, которая делает хот-доки. Мальчик. Такие с тоннелем ребятки. Очень приятные. Могут потрепаться и понятное состояние. ПОДП mammals enhance birth. БУСТ فор�. И reasons неправильно. Николан проiser это. Неправильно говорит했ённые��요. В каком настроении на проресят. Неправильно smo139-5. Со cette подготовка push as делается. , Руф по проекту. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...